Добрый день, меня зовут Андрей Шалёв, я директор представительства Норвежского Баренцева секретариата в России и по совместительству почётный консул Норвегии в Архангельске. Мы находимся на улице Поморская. Собственно, эта улица носит то же самое название, что и фестиваль в Варде. И слово «поморский», «поморье» — это слово очень распространённое в нашем городе. Это название носит и телерадиокомпания, и ресторан, и отель, и несколько бизнес-компаний. И это одна из самых старых и самых живописных исторических улиц нашего города, очень тесно связанная с древней историей Архангельска. И вот именно на этой улице находится наш офис, офис норвежского Баренцева секретариата, вот он находится за моей спиной. Мы переехали сюда ровно 10 лет назад. Это было большое событие. Сюда приезжала большая норвежская делегация. Офис открывал министр иностранного дела Норвегии Юнас Гарстёре. Было больше 200 норвежских гостей. И это событие было точкой возврата норвежского дипломатического присутствия в нашем городе, потому что изначально норвежский дипломатический корпус, норвежские дипломаты, норвежское консульство находилось именно в Архангельске, а не в Мурманске, как сейчас. Собственно, консульство норвежское, сначала шведское-норвежское, а потом чисто норвежское, было открыто в Архангельске в 1815 году, то есть более 200 лет назад. И открытие офиса почетного консульства в 2010 году было возобновлением вот этой дипломатической миссии. Так что, в общем, вполне символично, что это консульство находится в одной из самых старых исторических точек нашего города Архангельска. Неподалеку от нас находится улица, наполненная деревянными домами, такая историческая музейная улица под названием Чумбарова-Лучинского. Она тоже очень хорошо знакома всем нашим норвежским гостям, одна из главных достопримечательностей нашего города. Эта улица называется, у нее длинное название улицы Чумбарова-Лучинского, но она одна из главных туристических достопримечательностей, потому что сюда собраны со всего старого города дома, которые представляют какую-то архитектурную ценность. Это было сделано еще в 70-е годы, и с тех пор эта улица стала пешеходной, и, как правило, туристов привозят именно сюда. Здесь много старинных, интересных, красивых, типичных для архангельской архитектуры зданий, и здесь очень много памятников. Один из этих памятников тоже жителю Архангельска, знаменитому сказочнику, автору очень интересных, самобытных сказок, известных по всей стране и переведенных на много языков, это Степан Писах. В его характерном обличии, как он привык гулять по нашему городу. А немножко дальше отсюда памятник другому известному человеку, и тоже сказочнику Борису Ширгину. Потому что вот можно сказать, что Архангельская земля, она земля, которая рождает сказочников, сказочных персонажей. Разные мифы и легенды здесь тоже распространены. Вот, собственно, мы находимся сейчас на той улице, где находилось старое норвежское консульство. Оно раньше называлось, эта улица раньше называлась финляндская, потом улица Пролиткульт, сейчас называется улица Попова. Консульство, как я уже сказал, оно было основано в 1815 году, и оно просуществовало дольше, чем все остальные иностранные дипломатические представительства в Архангельске до 1938 года. Вообще в Архангельске было до революции аж шесть дипломатических миссий. Здесь были дипломатические представительства Германии, и Франции, и Великобритании, и так далее. Но все они закрылись раньше, чем шведско-норвежское консульство. Норвежцы держались здесь дольше всех. До 1938 года, когда последний норвежский консуль Арнольд Виклюнд со всей своей семьей уехал из Архангельска, и уехали они в Осло. Кстати говоря, внук Арнольда Виклюнда, он по-прежнему приезжает в Архангельск. И, собственно, в прошлую зиму, два семестра, он работал в нашем университете, в Северном Арктическом федеральном университете, преподавал норвежский язык. Эта улица, собственно, была центральной частью так называемой немецкой словоды, своего рода поселения, где жили иностранные подданные и люди, которые были выходцами из других стран, из других государств. В Архангельске всегда жило очень много иностранцев. Это был международный, можно сказать, город с огромным количеством международных связей. До революции, по последней переписи, в Архангельске проживало около 500 иностранных подданных. Но очень многие иностранцы, которые сюда приезжали, принимали российское подданство. Сзади от меня находится дом, который называется дом Суркова. Дом принадлежал династии одного из самых богатых купцов нашего города, Альберта Суркова. Он, между прочим, был выходцем из Германии, сам немец по национальности, но принял российское гражданство. А дальше пивзавод, так называемый, который принадлежал этому купцу. А слева от меня, это тоже часть, так называемой, немецкой слободы, особняк, который принадлежал уже британским подданным, семье Вайтед. Елизавета Вайтед расслужила уже в британском консульстве. А вот дальше, к сожалению, это здание не сохранилось, находилось, собственно, здание норвежско-шведского сначала, а потом норвежского генерального консульства. Здесь всегда было очень много норвежцев. Наши связи с Норвегией были очень активны. И, собственно, поморская торговля, она кормила и северную Норвегию, и во многом она кормила поморье здесь. Здесь проживали целые династии норвежских предпринимателей. Особенно много норвежцев приехало в Архангельск в конце 19 века. Это такой был период норвежской экспансии в наш город. И в том числе многие норвежцы приехали из Вардио. Одним из самых известных норвежцев, которые жили в Вардио, был Мартин Ульсен. Он прожил в Вардио сначала... Сам он выходец из Хаммерфеста, но в Вардио он прожил 8 лет и там начал свой бизнес. Но потом на этой волне российско-норвежских торговых контактов, которые были сконцентрированы в Вардио, перебрался в Архангельск и основал здесь вместе со своим партнером, приятелем Карлом Стампе большой лесоперерабатывающий бизнес. У него здесь было 4 лесопильных завода. И за пределами Архангельской губернии у Мартина Ульсена тоже был успешный бизнес. В частности, лесопильный завод Стелла Полари был аж на территории современного Наринмара, в тысячах километрах от Архангельска. Здесь также были известны такие династии, как династии Йенсенов, которые занимались судоходством, владелопароходством. В других городах Архангельской губернии норвежские торговые семьи тоже были очень известны. Я несколько дней назад вернулся, например, из Онеги. Это один из известных городов Архангельской губернии. Его называли, кстати, Онега, вторая Норвега. Только говоря другая. Так вот, в Онеге было известно семейство, тоже норвежское семейство, вагеров. Они занимались тоже лесопильным производством, финансовыми операциями. У них был свой бизнес в Каркопольском уезде и так далее. А в другом городе Архангельской губернии, тоже поморском городе Мизени, была известна фамилия Гундерсенов. Это Гундерсен был выходцем из Бергена, но осел в Мизени, женился на поморке, на дочери поморского купца. И тоже основался в такую русско-норвежскую династию. Немецкая слобода была очень многочисленная. Здесь были свои религиозные общины, церкви, свои магазины. Это был один из самых ухоженных районов нашего старого города Архангельска. И с тех пор мы пытаемся каким-то образом восстановить те исторические международные связи нашего города, которые существовали здесь веками. Но я думаю, что даже за те 30 лет развития Баренцева сотрудничества нам удалось восстановить только малую толику всех международных, интернациональных контактов между людьми, которые существовали в нашем городе ранее. Вот это наша река, красавица Северная Двина, река-кормилица, по которой ежегодно с началом навигации уходили сотни поморских судов, уходили в Северную Норвегию, груженные хлебом, груженные различными ремесленными товарами. И там происходило то, что называлось поморская торговля, меновая торговля, когда русские поморы меняли у норвежцев хлеб или другие какие-то товары свои на норвежскую рыбу и колониальные товары. И эта поморская торговля кормила огромное количество населения севера, поморского севера. По подсчетам историков, до 40% всего торгового флота Архангельска, а он был огромный, она была непосредственно завязана, сконцентрирована на этой поморской торговле. Когда поморы возвращались уже с норвежской рыбой, начиналась знаменитая маргаритинская ярмарка, которая была в свое время крупнейшей ярмаркой в России, которая приносила огромные доходы и Архангельску, и всей государственной казне. Начиналось это оживленное торжище, сюда приезжало множество норвежских гостей. Эта традиция продолжается, и мы очень рады, что каждый год в Архангельске на маргаритинскую ярмарку мы выйдем наших замечательных, любимых норвежских друзей и партнеров. То есть это тоже традиционное такое место встречи. Это еще одно историческое здание, которое связано с российско-норвежской или с архангельско-норвежской историей. Это так называемый дом Хендерсона, или Гендерсона, как в Архангельске еще говорят. Это дом, который был построен норвежским предпринимателем, выходцем, кстати, из Варда. Больше ста лет назад он был построен в 1911 году. Он тоже был на территории немецкой слабыды. На самом краешке Архангельска дальше уже проходили болота, был обводный канал, ирригационные всякие сооружения. Несмотря на то, что этот дом был построен норвежцем, он сохранил все характерные черты типично архангельской архитектуры. Во-первых, он очень высокий, для того, чтобы проветривать фундамент, потому что эта территория города была болотистой, очень сырой. У него прямоугольный эркер, который был очень модным элементом в то время для Архангельска. И особенностью этого дома типичная черта архангельской архитектуры – это форма кровли-крылечка, так называемая рояльная крылечка, такая крыша, покрывающая крылечка, которая повторяет форму крышки рояля. Хендерсон прожил в Архангельске не очень давно, но вот это один из свидетельств того, что норвежцы жили в Архангельске очень долго и оставили свой след в архангельской истории. Сейчас это памятник исторический, хотя он находится в не очень хорошем состоянии, здесь по-прежнему живут люди, частично он принадлежит городу. Редактор субтитров А.Семкин